Долгое время сторонники электронного курения считали одним из достоинств вейпов то, что их можно было использовать без ограничений в общественных местах, в отличие от сигарет. Теперь ситуация в корне изменилась. По сообщениям ТАСС 11 декабря Госдумой в первом чтении принят законопроект, затрагивающий вейпы и электронные сигареты. Электронные сигареты приравнивают к табачным изделиям. Использование этих гаджетов в общественных местах будет расцениваться как административное правонарушение и наказываться штрафом в размере от 500 до 1000 рублей. А вот за курение на детской площадке придется заплатить до 2000 рублей. Естественно, закон затрагивает и продавцов электронных сигарет и жидкостей для них. Штрафы те же, что и за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а именно от 2000 до 10000 рублей для физических лиц и до 50000 рублей для юридических лиц. В этом же законопроекте прописан запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. Сторонники электронных сигарет естественно начнут заявлять, что их увлечение безвредно и этот законопроект не обоснован. Во-первых, стоит понимать, что вейпы могут доставлять окружающим еще больше неудобств, чем сигареты. Во-вторых, стоит обратить внимание на действия законодательного органа США. В связи со смертью нескольких человек, которую связывают с курением электронных сигарет, штат Нью-Йорк на законодательном уровне запретил вейпы. Такой же законопроект рассматривается в Мичигане. А ведь, как известно, без дыма огня не бывает. Да и нормального исследования влияния электронных сигарет на организм человека никто не проводил. Что, кстати, само по себе вызывает подозрения. Жидкости для парения также не подлежат должному контролю качества. По сути, производитель может засунуть туда что угодно. Например, в продаже можно встретить жидкости для электронных ароматизаторов под видом заправок для электронных сигарет. Хоть и на этикетке по-английски написано «жидкость для ароматизаторов с ароматом кофе», продавца это ничуть не смущает. На ценнике красуется надпись «жидкость для электронной сигареты с нулевым содержанием никотина». Субтитры создавал DimaTorzok